Всем привет! Сегодня поговорим об установке последней версии LibreOffice, пятой версии. На нее можно попасть, сразу скачать файлик из моей книжечки, команды и видео, с моей кладовочки, или вот таким вот образом. Открываете броузер, и в броузере, значит, вводите просто-напросто LibreOffice. Идете на загрузки, и вот здесь, посмотрите сразу, правая колонка, вот, LibreOffice на других языках. Вот, кликайте сюда. Выбираете свой язык, в данном случае у нас русский, и он нам предлагает скачать RPM пакет, а нам нужно, хорошо работает под минт, дебяновские. Нажимаем на Change. Чуть-чуть поднимаем линейку прокрутки. Вот, Linux 64-битный, дебяновский пакетик есть и есть, для старых 32-битных версий. Ну, нажимаем вот сюда. Значит, вот, пожалуйста, дебяновский пакет, и плюс к нему еще прилагается парочка, значит, перевод офиса на русский язык и встроенная помощь на русском языке. Ну, абсолютно крошечные пакетики. Значит, ну, вот, нажимаем, допустим, таким образом. Вот первый пакетик, сохраняю я его здесь. Вот перевод, он тоже небольшой, сохраняю его здесь. Ну, и иду, значит, вот сюда. Файлик 229 мегабайт. Ну, тоже сохраняем его здесь. Ну, у меня уже практически все это дело сделано. Поэтому, значит, я сейчас покажу, что делать дальше. Значит, таким вот образом открываем папочку, идем к загрузке. Значит, практически, значит, я сделаю еще одну папочку и напишу Libre Office Rus Русский. И вот, что будем делать. я просто эти файлики перемещу их вот сюда. И теперь в папочке мы начнем работать с ними. Распаковать. Распаковать сюда. И последний файлик распаковать сюда же. Вот таким вот образом. Значит, и вот из этой папочки нам нужно будет, ну, я не буду удалять, я просто возьму, скопирую. И вот в загрузке вставлю вот этот вот эту папочку Debs. Вот, теперь мы готовы к установке LibreOffice. А теперь, что делаем дальше? Открываем терминальчик. Вот, значит, мои команды. Значит, первая команда, значит, ну что, надо убрать, наверное, старый офис. Заведем вами пользователя. Пусть все убирает. Пока он там удаляет. Вот, смотрите, команда, которая звучит так. Change Directory. Поменять директорию. Идет значочек tilde. И без указания длинного пути сразу идет название папки и название папочки, на которую надо будет попасть. Вот мы ее копируем. Теперь заводим вот эту команду. перескакиваем эту директорию в эту папочку и в ней вот звучит такая команда. Значит, установить дебяновский файлик. И вот сейчас он потихонечку начнет, как говорится, устанавливать пакет. по аккаунтам его устанавливает. Я посмотрю, что тут у нас и в хелпаке такой же будет и в лангпаке. Ну вот то же самое мы сейчас будем и производить. Теперь смотрите. это дело сделано. Поскольку я копировал, оригинал у меня есть, я этот файлик просто удаляю. Теперь бегу сюда, вставляю второй файлик, который также называется вот таким же образом дебс. Копирую его, выставляю вот сюда. Проверим еще раз. Есть такой путь. И еще раз наберем эту команду. ну тут произошло значит установка, не все установилось, но это настроится все. так. Теперь значит что я делаю? Последний этот файлик я значит убираю. И вот этот последний файлик с русским языком я копирую и опять-таки вставляю вот сюда. То есть команда на исполнение у них будет одна и та же. поэтому сейчас вот я снова скопирую вот это дело и снова скопирую вот эту команду. Пока там она дело делает у меня значит вот тут еще была одна хорошая командочка которая называется вот так. И вот сейчас сюда я ее вставлю и к ней переделаю вот такое вот расширение. затем мы ее покрасим в зеленый цвет скопируем и вставим посмотрим ну вот очень хорошее сообщение что никаких недостающих пакетов не было обнаружено теперь значит остается проверить как значит у нас работает LibreOffice это вот еще был у меня значит старый стоял а теперь я сделаю вот такую вот штучку Ctrl Alt и Esc так ну посмотрим и вот пожалуйста на русском языке значит все это видно таблица формат и так далее это вот программа значит по типу WinWord это электронная таблица справка значит есть на русском языке и программа переведена значит на русский язык значит вот таким вот образом устанавливается значит LibreOffice на Linux Mint 17.2 и ну тут даже ходить не надо сразу пишут пятерка точка ноль хотя я могу конечно зайти пройти справку о программе и тут вот у меня 5.005 вот такая вот версия ну внешний вид стал у него гораздо симпатичнее больше цветов появилось на первый взгляд симпатичненько выглядит значит вот таким вот образом мы значит просто-напросто взяли и обновились значит из моей это самое записной книжки команды и видео вот прямая значит ссылка ну это на основной как говорится файлик на дебяновский ну вот там уже без языка без справки но по идее тоже должен работать нормально в любом случае значит обновление значит сделано и значит вот запомните что для архивов если вы будете когда-нибудь ставить какую-нибудь программу у которой вот будет вот такое окончание .tar.jz по-русски сказали бы так tar.gz то значит вот таким вот образом с ней поступают этот архив просто-напросто разархивируется в нем выделяется значит вот эта главная папочка и она подсоединяется вот к этой команде и вот при помощи значит этой команды то есть указан путь указана команда и вы любой архив значит с любой программы в принципе можете себе вот таким вот образом загрузить и установить вот ну и как всегда значит вот эта любимая команда это скажем так проверка все ли сделано правильно ну что я считаю что задачу свою на сегодня выполнил желаю значит всем всяческих успехов и удачи до новых встреч до новых до новых до новых Продолжение следует...